Инновационный подход к образованию Традиции и инновации Сегодня в нем занимаются более 6 тысяч учащихся Из которых сотни студентов приехали в Россию со всего мира С одной заветной мечтой Учиться в Российском государственном университете Физической культуры, спорта, молодежи и туризма Ругув Ксмит помнит свою историю Старейший спортивный институт страны Первым поставил перед собой задачу воспитания здоровых, сильных телом и духом людей Спорт всегда был частью мирового культурного наследия И хранителями этого наследия являются сотрудники, преподаватели и выпускники лучшего спортивного вуза страны В каждой спортивной федерации, в министерствах и органах местного самоуправления Можно встретить выпускников Ругув Ксмит Развитие массовой физической культуры в нашей стране Невозможно представить без их каждодневного труда, без их плодотворной работы Мне хочется вот нашим всем институтам А Ругув Ксмит, а вообще для меня роднее к Царевку Быть чемпионом Вот задавать ту высокую планку, в которой всегда стремится спорт Без знаний, без науки, без творческого подхода и видения вперед Быть чемпионом тяжело В 21 веке университет продолжает динамично развиваться Выступает с новыми образовательными инициативами Прилагает все усилия, чтобы жизнь его студентов была не только насыщена учебой Но оставалась при этом интересной и разнообразной На этот университет ориентируется не только вся страна, но и весь спортивный мир В начале 2018 года Ругув Ксмит получил статус базовой организации в области физической культуры и спорта СНГ Новая цель вуза – обмен опытом с многочисленными коллегами Улучшение системы обучения и создание целой сети учреждений, занимающихся воспитанием не только спортсменов, нацеленных на медали Но и просто здоровых, гармонично развитых людей Это важное начинание не только для университета, но и для всей отечественной образовательной системы Мы просто поняли, что мы действительно ведущий вуз Те научные школы, течения, которые были заложены как фундамент в основу нашего университета, легендарного ЦАЛИВКА Они все-таки еще сильны, и наша задача – оставаться лидером Будущим студентам вуза предстоит ставить новые рекорды Совершать открытия, развивать тренерские методики Открывать дорогу в спорт детям, молодежи, всем, кто стремится к вершинам В ком горит огонь спортивного азарта и созидательной энергии История РГУФКСМИТ продолжается Здравствуйте, меня зовут Екатерина Ивлева Я аспирантка Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма И я рада приветствовать вас на YouTube-канале нашего вуза и на Дне открытых дверей И для общей безопасности мы уже во второй раз проводим День открытых дверей в формате онлайн С первого включения, которое было в мае, произошло достаточно много изменений И не только в структуре нашего вуза, но и в порядке поступления И обо всем важном мы сегодня вам расскажем И я передаю слово ответственному секретарю приемной комиссии РГУФКСМИТ Марине Сергеевне Фралко Добрый день, уважаемые поступающие Мы рады приветствовать в стенах онлайн-пространства нашего университета Позвольте вам сегодня представить несколько основных моментов по набору 2021 года РГУФКСМИТ объявляет прием на обучение в 2021 году по программам бакалавриата По направлению подготовки менеджмент на договорной основе 30 мест на заочной форме обучения 60 на очной форме обучения Государственное муниципальное управление 30 договорных мест только на очной форме обучения Реклама и связь с общественностью имеются бюджетные места 15 мест на очной форме обучения, 15 на заочной и также договорные места по 15 мест На направлении подготовки туризм осуществляется набор только на договорную основу, на очную форму обучения 30 мест. Гостиничное отдело 30 мест только на заочную форму обучения. Педагогическое образование 25 мест на очную форму обучения, 21 место на заочную форму обучения. И соответственно на очную форму обучения по договорной основе 35 мест, 39 мест на заочную форму обучения. Физическая культура. 10 мест на очную форму обучения, 6 мест на заочную форму обучения. И, соответственно, договорная основа. 20 мест на очную форму обучения и 24 на заочную форму обучения. Иркутский филиал. 30 мест на очную форму обучения, 25 на заочную форму обучения. 60 и 60 мест, соответственно, по договорной основе. Физическая культура для лиц с отклонением состояния здоровья. 52 места на очную форму обучения, 33 на заочную форму обучения. 38 места 57 соответственно на договорной основе. Рекреация, спортивно-здоровительный туризм. 15 мест на очную форму обучения и 15 на заочную форму обучения. Это бюджетные места. И соответственно по 15 мест на очную и заочную форму обучения договорная основа. В следующем году, в 2021 году, у нас осуществляется новый набор на направление подготовки спорт. Там выделяются 445 мест на очную форму обучения, 113 на заочную форму обучения. И, соответственно, на очную форму обучения будет выделено 155 мест на договорной основе и 67 на заочную форму обучения на договорной основе. Режиссура театрализованных представлений праздников также будет у нас осуществлять набор в 2021 году 12 мест на очную форму обучения, 10 мест на заочную форму обучения и договорная основа 18 и 20 мест соответственно. Также, где имеются бюджетные места, выделяется особая квота и она осуществляется не менее 10% от общего количества бюджетных мест, что вы можете видеть также на слайде. К особой квоте у нас относятся дети-инвалиды, инвалиды первой и второй группы, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы, ветераны боевых действий, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Приемная кампания в 2021 году в РГУФКСМИД будет осуществлять только по результатам ЕГЭ по общеобразовательным предметам. РГУФКСМИД не предоставляет возможность сдачи ЕГЭ на базе университета, только будут осуществляться внутренние вступительные испытания и этим правом могут воспользоваться только граждане, дети-инвалиды и инвалиды, иностранные граждане и поступающие на базе среднего профессионального образования и высшего образования. Здесь имеются свои особенности, то есть данные граждане могут сдавать как внутренние вступительные испытания по общеобразовательным предметам, так и предоставлять результаты ЕГЭ, если они у них имеются соответственно. Максимальное количество направлений подготовки, по которым поступающие вправе участвовать в конкурсе, то есть подавать заявление, это три. Право на прием, на обучение по программе бакалавриата без вступительных испытаний имеют граждане, которые победители и призеры заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, которые участвовали в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. Чемпионы-призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Судоролимпийских игр, также чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на Первенстве мира, Первенстве Европы по видам спорта, которые включены в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Судоролимпийских игр, по направлениям подготовки в области физической культуры и спорта, то есть по укрупненной группе направления подготовки физическая культура и спорт. Вступительные испытания и минимальное количество баллов, уважаемые поступающие, вы можете видеть на пятом слайде. На пятом слайде представлено направление подготовки, по которому сдаются по общеобразовательным предметам. Это менеджмент, государственное и муниципальное управление, реклама и связь с общественностью, туризм и гостиничное дело. А звездочкой выделены также общеобразовательные предметы, которые имеют право сдавать по выбору поступающего. То есть, либо, к примеру, на менеджменте у вас общество знали, либо история, которую вы экзамен сдали, можете сдавать по выбору. На шестом слайде представлены вступительные испытания и минимальное количество баллов с дополнительными к общеобразовательным предметам, которые необходимо сдать экзамены внутри нашего университета. Это педагогическое образование, физическая культура, физическая культура для лица, отклонения в состоянии здоровья, рекреация, спортивно-оздоровительный туризм, спорт, режиссура, театрализованных представлений и праздников. В данном случае вам необходимо будет сдать либо один, либо два внутренних вступительных испытания на педагогическом образовании. Это один экзамен, профессиональные испытания по направлению подготовки, физическая культура для лица, отклонения в состоянии здоровья, рекреация, спортивно-оздоровительный туризм, спорт и режиссура театрализованных представлений и праздников. Там два дополнительных внутренних вступительных испытаний. Программы вступительных испытаний размещены у нас на официальном сайте sport.edu.ru в разделе «Абитуренту» приемная комиссия «Бакалавриат» программы вступительных испытаний. Там вы можете более подробно ознакомиться с теми нормативами, соответственно, по которым вам необходимо будет сдавать внутренние вступительные испытания. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по программам «Бакалавриата», вы можете видеть на седьмом слайде. Он не отличается от перечня индивидуальных достижений в 2020 году, но и более подробно вы также можете потом ознакомиться с ним на нашем официальном сайте. Сроки приема документов, а также вступительные испытания и зачисления представлены на восьмом слайде. Научную форму обучения будет осуществляться прием документов в один поток с 18 июля по 10 июля. Это те, кто сдают внутренние вступительные испытания и дополнительные вступительные испытания. С 18 июня по 23 июля это те, кто будет поступать только по результатам единого государственного экзамена и без вступительных испытаний. На заочную форму обучения прием документов будет осуществляться у нас в два потока. Первый поток имеют граждане сдавать документы на бюджет, договор, на очную и на заочную форму обучения. На второй поток имеют право сдавать документы только на заочную форму обучения и только договорная основа. Также на заочную форму обучения аналогичные сроки для контрольных цифр приема, как и на очной форме обучения. Второй поток будет осуществляться у нас с 9 августа по 20 августа. Стоимость образовательных услуг пока вы можете ориентироваться на 20-21 учебный год, то есть на этот год. Физическая культура, АФК и рекреация, спортивно-здоровительный, туризм, на очную форму обучения стоимость была 311 100 и соответственно за очную 74 000 рублей. На другие направления подготовки, на котором осуществлялся набор в 2020 году, 239 300 и соответственно 74 000. Стоимость обучения на 2021-2022 учебный год будет утверждена в мае-июне 2021 года и обязательно размещена на официальном сайте университета, то есть со стоимостью чуть-чуть попозже вы ознакомитесь, на 2021 год. РГУК СМИТ объявляет прием на обучение в 2021 году по программе магистратуры. Направление подготовки психология, экономика, менеджмент, социология, физическая культура, физическая культура длится в склонении в состоянии здоровья и спорт. Также выделены бюджетные места на такие направления подготовки, как физическая культура, физическая культура длится в склонении в состоянии здоровья и спорт. На договорную основу тоже имеется квотирование по количеству мест И также представлены на 10 слайде. Перечень индивидуальных достижений по программе магистратуры также относительно прошлого года не отличается. Единственное, что вводится новый протокол собеседования с заведующим кафедрой по соответствующей направленности. Здесь количество баллов будет 2. То есть вам необходимо будет перед подачей документов и во время приема документов соответствующий протокол собеседования подписать у заведующего кафедрой, куда вы будете соответственно подавать документы. Представить их в приемную комиссию и тогда вам будут дополнительно числены баллы. Сроки приема документов и вступительные испытания, а также зачисления по программе магистратуры представлены также на слайде. Также, как и на бакалавриате, здесь будет осуществляться прием в 2 потока. На очную форму в 1 поток, на заочную в 1 и 2 поток. На очную форму обучения с 18 июня по 20 июля. На заочную форму обучения в 1 поток с 18 июня также по 20 июля. И второй поток с 9 августа по 20 августа. Когда будут проходить вступительные испытания и зачисления, также ознакомьтесь на 12 слайде более подробно. Стоимость обучения также будет утверждена у нас в мае-июне 2021 года на следующий учебный год. Пока вы можете ориентироваться на ту стоимость, которая была у нас в этом году. 333 200 на физическую культуру, АФК и спорт. На другие направления подготовки 256 900 и 76 000 на заочную форму обучения. Также РГУФКСМИТ ведет прием на обучение по программам подготовки кадров высшей квалификации. Аспирантура. Здесь также имеются бюджетные места. Биологические науки 3 бюджетных места. Образование и педагогические науки 4 бюджетных места. Физическая культура и спорт 15 бюджетных мест. На остальные направления подготовки научную и заочную форму обучения имеются также и договорные места. Вот последняя колоночка. Пожалуйста, 14 слайд для ознакомления. Договор о целевом обучении на 2021 год. На любое направление подготовки, на любой уровень образования. Соответственно, вы можете заключить договор о целевом обучении непосредственно с организацией, которая будет в дальнейшем осуществлять либо вашу трудовую деятельность, либо вас направлен в какую-то подведомственную организацию, которая вас трудоустроит. Небольшая схема представлена на 16 слайде. Более подробная информация по заключению договора о целевом обучении размещена у нас на сайте sportvedu.ru раздел абитуриенту приемная комиссия поступающим целевое обучение. Там размещена также и форма договора и порядок заключения договора. Можете более подробно ознакомиться. ГОВК СМИТ объявляет прием на среднепрофессиональное образование Сестринское дело. Количество мест по договорам о показании платных образовательных услуг будет 50. Более подробная информация по приему на среднепрофессиональное образование у нас будет размещена на официальном сайте университета до 1 марта 2021 года. Уважаемые поступающие, прием документов в 2021 году у нас будет осуществляться по нескольким условиям. Вы как очно можете приехать, подать документы, также подать дистанционно на официальном нашем сайте университета, либо по почте. По всем вопросам вы можете обращаться по телефону, указанным на данном слайде. Также подписывайтесь на социальные сети нашего университета, где тоже размещается актуальная информация. Благодарю вас за внимание. Данная презентация будет размещена у нас на сайте университета в разделе «Приемная комиссия абитуриенту день открытых дверей». Также будут размещены ссылки для встречи вас, абитуриентов, с кафедрами набирающими. То есть по данным ссылкам преимущественно в формате Zoom вы можете встретиться и задать более детальные какие-то вопросы. Если у вас также останутся какие-то вопросы, вы всегда можете написать на почту приемной комиссии, либо позвонить в рабочие часы, и вам, соответственно, специалисты ответят на все вопросы. Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма создает все условия для того, чтобы вы успешно к нам поступили и в дальнейшем обучались. Поэтому все в ваших руках, уважаемые поступающие. Готовьтесь, пожалуйста, к внутренним вступительным испытаниям. Готовьтесь к успешной сдаче единого государственного экзамена. И с 18 июня мы вас ждем в стенах нашего университета. Благодарю за внимание. Спасибо, Марина Сергеевна. А теперь давайте познакомимся с институтами, которые входят в структуру РГУФК-СМИТ. Самый крупный из них – Институт спорта и физического воспитания. Там со следующего года появится одно очень интересное нововведение. Слово директору института Ларисе Александровне Новиковой. Добрый день, уважаемые поступающие. Добрый день, уважаемые родители. Сегодня хотелось бы остановиться на особенностях приема в Институт спорта и физического воспитания в 2021 году. Институт спорта и физического воспитания – это самый большой институт нашего университета, который объединяет 22 спортивно-педагогические кафедры. И основные направления, которые реализуются в нашем институте – это спорт и физическая культура, также педагогическое образование. Направление спорт является новым направлением, который будет осуществлять набор с 2021 года. И поэтому хотелось бы несколько подробнее остановиться именно на этом направлении. Поступая к нам в институт, будьте внимательны. До 2021 года тренеров по видам спорта готовили на направлении физическая культура. Сейчас данные профессии можно будет получить на направлении спорт. На физической культуре остался профиль физкультурно-оздоровительная деятельность и фитнес. Поступая на направление спорта и физическая культура, необходимо сдавать ЕГЭ по русскому языку и биологии. При этом обратите внимание, что минимальные баллы по данным предметам несколько выше в нашем институте, чем в целом по России. Минимальный балл для русского языка – 42, а для биологии – 38. Также для направления спорт необходимо будет сдать профессиональное испытание по избранному виду спорта и собеседование по избранному виду спорта. В профессиональное испытание входит норматив по технической подготовке, а также норматив по СФП и ОФП. И максимальное количество баллов по данному экзамену может быть 100, а минимальное количество представлено на слайде – это 60. Также из-за собеседования по избранному виду спорта можно получить 100 баллов, а минимум для того, чтобы участвовать в конкурсе – 60. Собеседование по избранному виду спорта предусматривает как вопросы по физической культуре, так и непосредственно по тому виду спорта, на который вы будете поступать. Общие темы, такие как правила соревнований по виду спорта, здоровый образ жизни, техника безопасности и другие, которые будут размещены на нашем сайте приемной комиссии. Такие же экзамены сдаются и на физическую культуру, за исключением, что профессиональное испытание идет по направлению подготовки и собеседование по направлению подготовки. На данном слайде представлены контрольные цифры приема по данным направлениям – педагогическое образование, физическая культура и направление спорт, которое, как я уже сказала, самое большое и объединяет практически все олимпийские виды спорта, а также неолимпийские виды. На следующем слайде представлены индивидуальные достижения, по которым ребята, поступающие в наш институт, могут получить дополнительные баллы. И прежде всего это наличие золотого значка «Готов к труду и обороне», это наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, а также лица, награжденные золотой медалью, это наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, призеры спортивных мероприятий международного уровня по видам спорта, включенным в программу олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр, победители и призеры спортивных мероприятий международного уровня по видам спорта, не включенным в программу олимпийских игр. Также победители и призеры спортивных мероприятий федерального уровня, таких как Первенство России, Чемпионаты России и Кубки России. И чемпион по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, Абилимпикс, а также осуществление волонтерской деятельности. Ну а ребята, которые являются чемпионами Олимпийских игр, а также призерами Олимпийских игр, чемпионами мира и Европы, поступают в наш институт без вступительных испытаний. Для того, чтобы были засчитаны все индивидуальные достижения, нужно будет представить в приемную комиссию документы, либо дипломы, либо выписки из протокола за подписью председателя, президента федерации или ответственного секретаря. И далее перейдем к кафедрам, которые объединяются в нашем институте спорта и физического воспитания. Всего у нас в институте три отделения, которые объединяют виды спорта по их группам. Первое отделение объединяет игровые виды спорта. И кроме того, что представлены на слайде кафедры, заведующие кафедрами, самое главное, на что вам нужно обратить внимание, это в скобочках прописаны те виды спорта, которые реализуются на данных кафедрах. Но при этом обратите внимание, что самый полный перечень всех видов спорта, которые реализуются в нашем институте, он представлен на сайте приемной комиссии в структуре набора. Итак, кафедра баскетбола и виды спорта «Баскетбол» и «Баскетбол 3х3». Кафедра волейбола, виды спорта «Волейбол» и «Пляжный волейбол». Кафедра гандбола и виды спорта «Гандбол», «Бейсбол», «Регби». Кафедра индивидуальных игровых и интеллектуальных видов спорта, где представлены такие виды спорта, как гольф, бадминтон, настольный теннис, бильярд, боулинг и шахматы. Кафедра тенниса, кафедра теории методики хоккея имени Тарасова. На данных кафедрах реализуются виды спорта именно теннис и хоккей. Кафедра теории методики футбола, где кроме футбола еще есть вид спорта мини-футбол. Кафедра педагогики, направление педагогическое образование. На данное направление поступают ребята, которые в будущем будут работать в школе учителем по физической культуре. Кафедра теории методики компьютерного спорта и прикладных компьютерных технологий. Переходим ко второму отделению. Второе отделение это в основном виды спорта единоборства. Кафедра теории методики бокса и кикбоксинга имени Городополова. Такие виды спорта представлены как бокс и кикбоксинг. Кафедра единоборств и виды спорта. Вольная борьба, греко-римская борьба, дзюдо, самбо, служебно-прикладные единоборства. Кафедра тяжелой атлетических видов спорта имени Медведева. Тяжелая атлетика, пару-лифтинг, гиревой спорт, бодибилдинг, фитнес-атлетизм и другие виды спорта, которые представлены в структуре набора. Кафедра теории методики фехтования, современного пятиборья и стрелковых видов спорта. И представлены там все те виды спорта, которые входят в название кафедры. Кафедры восточных боевых искусств. Каратэ-до, кёку-синкай, ушу и тхэ-кван-до. Кафедра теории методики велосипедного, мотоциклетного и автомобильного спорта. И представляют такие виды спорта, как BMX, маунтинбайк, трейк, шоссе и триатлон. Отдельно у нас еще во второе отделение входит такой вид, как скалолазание. Но ребята поступают на скалолазание не в институт спорта, а в институт туризма, рекреации, реабилитации и фитнеса. Третье отделение представлено сложно-координационными видами спорта и циклическими. Кафедра гимнастики реализует такие виды спорта, как художественную и эстетическую гимнастику, спортивная гимнастика, спортивная акробатика, фитнес-аэробика, спортивная аэробика, воздушно-силовая атлетика, прыжки на батуте, теоретико-методические основы, физкультурно-оздоровительные деятельности и фитнеса. Теоретико-методические основы у нас относятся к направлению физическая культура, которая также реализуется в институте спорта. Кафедра теории методики грибного и парусного спорта имени Комарова. И такие виды спорта, как академическая гребля, гребля на байдарках и коной, гребной слалом, парусный спорт, водно-лыжный спорт, вейкборд. Кафедра танцевального спорта. И здесь, кроме танцевального спорта, реализуется чир-спорт. Кафедра теории методики и лёгкоатлетики имени Азолина. Кафедра лыжного спорта. Биатлон, лыжный спорт, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд и фристайл. Кафедра теории методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и кёрлинга. И все виды спорта, которые представлены на слайде. Кафедра теории методики спортивного и синхронного плавания. Вот здесь обратите внимание на то, что прыжки в воду реализуются только на очной форме обучения. А плавание и синхронное плавание идёт на борт как на очную, так и на заочную форму. Ну, кратко, это на данный момент вся информация, которая касается института спорта. Я думаю, что в этом перечне видов спорта вы нашли именно свой вид спорта. Ребята, ждём вас в нашем институте. И я думаю, вы не пожалеете, потому что наш университет готовит настоящих профессионалов в тренерском деле. Спасибо. Спасибо, Лариса Александровна. Ещё раз обращу ваше внимание, что в описании к этому видео, а также на нашем официальном сайте, есть ссылки на конференции кафедр в ЗУМ. Где вы сможете задать конкретные вопросы о вступительных испытаниях, о процессе обучения и другие. Если же вы по каким-то причинам не сможете попасть на конференцию, то смело отправляйте свои вопросы на электронные адреса кафедр. А мы переходим к следующему спикеру. У нас на связи прямо из командировки, вот один из плюсов онлайна, директор института рекреации, реабилитации и фитнеса Денис Владимирович Губа. Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас на Дне Открытых Дверей. Насколько это можно назвать Днём Открытых Дверей. Приветствую вас, дорогие абитуриенты, те, которые поступают в Институт туризма, рекреации, реабилитации и фитнеса. Который является частью Российского государственного университета физкультуры, спорта, молодежи и туризма. Поскольку мы с вами стеснены во времени, и у нас буквально с вами будет 10-15 минут, я пытаюсь как-то коротко донести до вас тот необходимый минимальный объём информации, который у вас должен быть, как у людей, которые планируют поступать в наш ВУЗ. Итак, мы с вами построим наш диалог в форме слайдов. И я буду периодически давать информацию по мере необходимости. На данном слайде мы с вами видим направление, наше направление, по которому мы планируем набор в 2021 году. Это направление, прежде всего, туризм 430302, на которое в данном случае у нас сейчас на очное отделение 30 мест. Это не бюджет, это только договор. И 30 на заочном, тоже договорных мест. Следующее направление подготовки это 490302. Это физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. И также АФК, это адаптивная физическая культура, как укропнённая. Значит, здесь у нас по бюджетным местам, как мы видим с вами, у нас по бюджету на очном отделении 52 места. И 33 бюджетных места на заочном. В данном случае у нас есть также особая квота, это 6 и 4 места, 6 на очном и 2 на заочном. Ну и на договорных местах 38 и 57 мест, соответственно. Следующее направление, которое предлагается в нашем институте, это рекреация и спортивно-ноздоровительный туризм. На очном отделении и на заочном отделении по 15, вы видите, у нас с вами бюджетных мест. И по 15 мест договорных, тоже при особой квоте в 2 и опять же на очном, в 2 и на заочном отделении. И третье, четвёртое, вернее, направление, это 34.02.01, сестринское дело. Среднее профессиональное образование, которое даёт вам в результате диплом после успешного окончания срока обучения 3,5 года, диплом медбрата и медсестры. Это среднее медицинское образование, с которым вы сможете в дальнейшем получать и высшее медицинское, и работать в различных сферах, требующих непосредственно диплома о среднем медицинском образовании. В данном случае у нас с вами только очно-заочная форма присутствует здесь. Это и неочная, и не заочная. Это очно-заочная форма. И в планах у нас набрать 2 группы от 50 до 60 человек вместе, всего, обе группы. Далее, вступительные испытания и минимальное количество баллов по ЕГЭ в 2021 году. Здесь история, общество, здание стоит и так далее. В порядке приоритетов. То есть, если у вас равное количество баллов по тем, по тем, по тем предметам, по тем или иным, здесь у вас получается по истории, допустим, у вас на 2 балла больше, например, а вашего конкурента по русскому языку на 2 балла меньше, а общее количество баллов у вас одинаковое, то история в приоритете, и вы проходите, а ваш конкурент не проходит. Ну и здесь в целом все понятно, вы можете зафиксировать себе эти таблицы. Здесь три направления. Туризм, гостиничное дело, что вы сдаете. И сестринское дело. Сестринское дело стоит особняком, как бы, и здесь вы сдаете исключительно вступительные испытания в форме собеседования по сестринскому делу. Далее мы переходим с вами к другим нашим направлениям. Это физическая культура для лиц с отклонением в состояние здоровья АФК. Здесь тоже, да, приоритетом пользуются профессиональные испытания по направлению подготовки. И рекреация и спортивно-здоровительный туризм. Здесь тоже профессиональные испытания по направлению подготовки пользуются у нас с вами приоритетом. По поводу стоимости обучения, пару слов. Сестринское дело на данный момент мы вам сказать не сможем, но цена будет варьироваться в пределах от 50 до 70 тысяч рублей приблизительно. Но это данные не официальные. Мы их будем уточнять в мае-июне 2021 года. На следующий слайд вы тоже коротко можете обратить внимание. Это есть такое понятие, как договора о целевом обучении. То есть, если кто-то хочет, чтобы человек закончил наш вуз с последующим устройством этого человека на работу. Тоже этим людям мы всегда рады, мы всегда готовы помочь и проконсультировать. Я хотел бы вам коротко тоже представить сотрудников непосредственного звена, непосредственно сотрудников деканатов, которые будут с вами работать. Ваш покорный слуга Губа Днеис Владимирович, это я, я директором являюсь. Дальше Марина Геннадьевна Михайлова. Она отвечает за второе отделение и за заочную форму обучения по направлениям АФК. Улюмжиева Саглара Васильевна, это начальник первого отделения, то есть у нас два отделения, два деканата. Она отвечает за туризм, гостиничное дело и рекреацию, спортивно-оздоровительный туризм. Также МРИД за менеджмент рекреации, спортивно-оздоровительный туризм. Далее у нас есть Костяева Виктория Васильевна, это ведущая документарь второго отделения. Она отвечает за обучную форму обучения по АФК. Кузнецова Александра Владимировна, она в первом деканате, она отвечает исключительно за сестринское дело. И Баркова Ольга Александровна, это специалист по работе с молодежью, который у нас отвечает за многие аспекты, в том числе и за сайт университета, за стипендии и так далее и тому подобное. С этими людьми вы познакомитесь уже непосредственно, если вы, поступив, включитесь в работу университета. Тоже коротко о кафедрах, которые составляют наш институт. Кафедра рекреации спортивно-задорительного туризма, в заведении кафедры кинопедических наук доцент Павел Евгений Александрович, он же проректор по учебно-методической работе. Кафедра туризма и гостиничного дела Дусенко Светлана Викторовна, теории методики АФК Рубцова Наталья Олеговна, физической реабилитации массажа и здравоохранительной физкультуры Ткаченко, спортивный медицин Смоленский Андрей Вадимович. Это кафедры у нас с вами помещены жирным курсивом, это кафедры у нас с вами набирающие и выпускающие. Из чего состоит ваша учебная деятельность, учебные планы, расписание занятий, сессии и так далее. С этим вы познакомитесь уже поступив. Опять же наш сайт, когда вы будете студентами, вам всем дадут пароль для нашей внутренней системы, которая называется Модус. И благодаря вот этой системе Модус вы сможете видеть свой личный кабинет студента. Вы можете залезать в электронную библиотечную систему, вы можете проверять свои оценки, вы можете проверять свои предметы, расписание и так далее и тому подобное. Но только после того, как вы будете являться нашим студентом. Тоже коротко вы можете посмотреть на то, как выставляются баллы. Это которые завершаются зачетом в данном случае, это которые завершаются у нас с вами экзаменом. Существует ряд положений в руках СМИД. Положение обальной системе контроля качества обучения студентов, положение порядка проведения текущего контроля успеваемости, положение о переводе обучающихся с платного обучения на бесплатное. Давайте, наверное, коротко остановлюсь на вот этом вот платное на бесплатное. Значит, что касается перевода с платного на бесплатное, в данном случае имеет право здесь при переводе, на перевод имеют право, опять же, только те люди, которые имеют успеваемость хорошо и отлично. Вот, и если есть так же, то есть человек отчисляется с бюджетного места, ну вот, и на это бюджетное место хочет перевестись человек, который хочет перейти с договора, да, и вот с договора таких людей хотят перевестись три человека, и как бы происходит на конкурсной основе. То есть у кого лучше оценки, да, например, у одного там три пятерки, у второго две пятерки, у третьего одна пятерка. Соответственно, тот, у кого там три пятерки, тот получает это бюджетное место, он переводится с договора на бюджет. Существует ряд понятий, которые вы познакомитесь позже. Это промежуточная аттестация обучающих, сетевая форма, реализация образовательных программ. Это сокращение, которое будет использоваться у вас в процессе обучения ВОС, ПО, ОП, и так далее, и тому подобное. Некоторые действия типовые, да, которые делает деканат, это перевод с договора на бюджет, предоставление академического отпуска, возвращение из академического отпуска, освобождение таблиторных занятий, смена фамилии, досрочная сдача сессии, продление сессии, восстановление зачетной книжки, и так далее, и так далее, и так далее. Но давайте, позвольте мне уже заканчивать потихоньку, да, поскольку и так слишком много информации о ВУЗе, можете просто писать в личную почту, мы вам будем отвечать. Самое главное, пожалуйста, я вас попрошу запомнить вот эти вот три момента, и подписаться на группу ВКонтакте, зайти на сайт, изучить сайт Спортеду, да, и группы Инстаграм, которые очень-очень-очень много нового, интересного. Благодарю вас за внимание огромное, и просьба, огромная просьба к вам сегодня промониторить по сайту, посмотреть ссылки, и зайти на кафедры, которые будут устраивать сегодня вам презентации по вашим направлениям. Там непосредственно все детали по вашему направлению вы сможете для себя узнать, почерпнуть что-то новое. Спасибо огромное. Будем рады видеть вас воочную. Я надеюсь, что воочную, я надеюсь, что кризис не вечен, и этот вирус когда-то нас оставит в конце концов. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Спасибо, Денис Владимирович. А на очереди у нас гуманитарный институт, о котором расскажет его директор Ирина Павловна Ратникова. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты, родители абитуриентов и все интересующиеся приемные кампании 2021 года. Разрешите представить гуманитарный институт, который входит в состав Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Институт гуманитарный возглавляет директор гуманитарного института Ратникова Ирина Павловна, доцент, кандидат экономических наук. В состав гуманитарного института входят два отделения. Первое отделение – это государственное и муниципальное управление, реклама и связь с общественностью, режиссура театрализованных представлений и праздников. Все эти три направления – это направления, которые набирают абитуриентов на бакалавриат в 2021 году. Второе отделение – приемное обучение 2021 года – осуществляет на направлении менеджмент, профиль менеджмент и спортивная индустрия. Также гуманитарный институт осуществляет набор на заочное отделение. На заочное отделение набирают три кафедры. Кафедры менеджмента и экономики спортивной индустрии имени Кузина, кафедры рекламы и связи с общественностью, социально-гуманитарных проблем и кафедры режиссура массовых спортивно-художественных представлений имени Губанова. Помимо обучения, студенты, поступившие в университет на бакалавриат, поддерживаются в различных направлениях социальной поддержки и с ними работают специалисты по работе с молодежью. Специалист по работе с молодежью осуществляет работу со студентами в назначении социальных стипендий, также стипендии президента Российской Федерации, именных стипендий, а также поддержка студентов из малообеспеченных семей. Специалист по работе с молодежью участвует в решении социальных проблем, развитии молодежных инициатив и реализации молодежных проектов. Специалист по работе с молодежью работает в формате социально-воспитательной работы. Это не только назначение стипендий, это и всевозможные мероприятия, которые проходят в рамках университета. Также специалист по работе с молодежью входит в состав дисциплинарной комиссии и занимается размещением студентов в общежитии, помогает и оказывает им помощь в оформлении документов и поддерживает их, если возникают какие-то проблемы. Разрешите представить кафедры, набирающие в 2021 году на направлении и профили. Кафедра государственного управления и молодежной политики. Заведующая кафедрой доктор педагогических наук профессор Мехкова Светлана Николаевна. Направление подготовки набора 2021 года «Государственная молодежная политика. Профиль государственное и муниципальное управление в сфере физической культуры и спорта». Контактная информация размещена на сайте. Кафедра режиссура массовых спортивно-художественных представлений имени Кубанова. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой кандидат педагогических наук профессор Кузнечева Елена Вячеславовна. Направление подготовки – режиссура театрализованных представлений и праздников. Профиль – режиссура спортивно-художественных и анимационных мероприятий. Контактная информация также размещена на сайте. Кафедра рекламы и связи с общественностью и социально-гуманитарных проблем. Заведующая кафедрой доктор культурологии, доцент Кошелева Анна Владимировна. Направление подготовки – реклама и связи с общественностью. Профиль – спортивная реклама и пиар. Все ссылки размещены на сайте. И также кафедра менеджмента и экономики спортивной индустрии имени Кузина. Заведующий кафедрой кандидат экономических наук Жукова Ольга Владиславовна. Направление подготовки – менеджмент. Профиль – менеджмент в спортивной индустрии. Контактная информация размещена на сайте. Учебная деятельность студентов в университете осуществляется – это экзаменационные сессии, бально-рейтинговая система, зачеты, экзамены. Это все осуществляется в рамках работы студентов с кафедрами и деканатом. Также студенты могут пользоваться центральной отраслевой библиотекой. Проводится текущий контроль успеваемости, учебная дисциплина. Также в университете осуществляется график учебного процесса, расписание занятий обновляются еженедельно. Контактная информация по вопросам поступления размещена на данном слайде. Здесь указаны телефоны приемной комиссии, сайты университета и вся требующая информация. Хочется предупредить, что 27 ноября на сайте приемной комиссии будут размещены ссылки гуманитарного института. Те кафедры, которые набирают, создадут ссылки в системе Zoom, по которым можно будет войти. И ответственные за набор данных кафедр ответят на все интересующие вопросы на день открытых дверей. Всех приглашаем заинтересованных на поступление в гуманитарный институт. Если какие-то будут вопросы, мы готовы на них ответить. Большое спасибо. Ирина Павловна, спасибо вам. Хочу добавить, что студенты РГУФК СМИД действительно имеют возможность не только получать качественное образование, но и развиваться в самых разных сферах. У нас работает очень мощный волонтерский центр. Есть свой студенческий парламентский клуб, в открытии которого я тоже принимала участие. Также есть спортивный клуб и даже своя медиакоманда. А еще студенты-магистранты и аспиранты могут принимать участие в самых разнообразных научных конференциях. Кстати, о магистрантах и аспирантах. Мы относимся к Институту научно-педагогического образования. И я с удовольствием передаю слово его директору Марине Владимировне Жияр. Добрый вечер, уважаемые абитуриенты! Вас приветствует Институт научно-педагогического образования. Так что это такое? Институт научно-педагогического образования включает два подразделения. Первое – это отделение подготовки научных кадров высшей квалификации и отделение магистрской подготовки. Отделение магистрской подготовки – что же это на самом деле такое? Прежде всего, магистрская подготовка отвечает современным требованиям многоуровневой системы высшего образования. И ее основная задача – подготовить выпускников к проведению научных исследований, обучить их современной методологии и методике научного познания. Наши магистранты активно участвуют в научных исследованиях, которые проводят кафедры, а также в наших научно-исследовательских институтах спорта и спортивной медицины. Хочу отметить, что программа обучения в магистратуре ориентирована на рынок труда и сотрудничества с работодателями, а также учитывает условия интеграции с общеевропейской системой высшего образования. Магистратура в ГУФСМИТ, кроме прочего, это выбор любой магистрской программы, независимо от профиля ранее полученного образования. Магистрская подготовка на базе инновационно-научно-образовательных центров с использованием современных образовательных технологий. Кроме прочего, это возможность участия в реальных групповых проектах в процессе обучения или ведения собственного проекта. Кроме прочего, это уникальный учебный план подготовки каждого магистра, ориентированный на работодателя. Академические обмены, стажировки за рубежом и, главное, что признание выпускника магистра работодателями иностранных государств. В 2021 году в наш университет объявлен набор на следующее направление подготовки. Психология, экономика, менеджмент, социология. На данном слайде вы можете увидеть все магистрские программы, которые обозначены как направленность, куда мы проводим набор на очную либо на заочную форму обучения. Как видите, в психологии в этом году мы открыли новую магистрскую программу консультативной психологии, психологии спорта и экстремальных видов деятельности. Набор идет на очную форму обучения в соответствии с государственным образовательным стандартом. В направлении экономика программа международные экономические отношения в спорте востребована и сейчас в этом году набор будет осуществляться на заочную форму обучения. В направлении менеджмент в этом году у нас три программы. Спортивный менеджмент, спортивная дипломатия и новая программа ивент менеджмент. На направлении социологии мы объявили набор на программу социологии, физической культуры и спорта на очную и заочную форму обучения. Широко представлены и основные профильные направления в нашем университете. Направление «Спорт» — две программы магической подготовки. Одна из них традиционная и очень популярная в российском пространстве — это «Спорт высших достижений системы потоки спортсмена» — научную и заочную форму обучения. В этом году мы открываем новую магическую программу — «Спортивная нутрициология». «Физическая культура для лиц с отлонением в состоянии здоровья». Традиционно две программы — физическая реабилитация детей и взрослых и адаптивный спорт на очной и заочной форме обучения. Срок обучения по очной форме — два года, по заочной форме — два года и шесть месяцев. В направлении «Физическая культура» в этом году у нас восемь магистрских программ, которые представлены на слайде. Хочу обратить ваше внимание, что не все программы набирают абитуриентов по очной и заочной форме обучения. Так, на программу «Международное спортивно-олимпийское движение» мы набираем абитуриентов только на очную форму обучения. Аналогично на программу «Теория физической культуры и технологии физического воспитания». По остальным программам «Медико-эбологические проблемы адаптации организма человека к физическим нагрузкам», «Петагоика физической культуры», «Теория и методика технологии фитнеса» — новые программы, «Государственная молодежная политика в сфере физической культуры и спорта» — очная и заочная форма, «Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и спорта», также очная и заочная форма обучения. И опять же, новая программа, открывающаяся в этом году, — это общественное здравоохранение. В соответствии с этим на данном слайде представленной вы можете увидеть, на какое количество объявлен набор по тем или иным программам. Как видите, и на очную, и на заочную форму по профильным направлениям подготовки есть бюджетные места. Физическая культура, очная форма — 35 мест, заочная — 25, причем в Иркутском филиале — 15 мест на заочную форму обучения. Физическая культура для лиц с отлонениями состояния и здоровья — 12 на очное и 10 мест на заочное. Как видите, самый большой набор у нас на магические программы направления подготовки спорт — 64 очные и 44 заочные. Кроме прочего, мы можем набирать на вне бюджетные места, то есть по договорам, которые заключают абитуриенты, не прошедшие по общему конкурсу. Хочу обратить ваше внимание, что при подаче документов мы учитываем индивидуальные достижения абитуриентов, которые учитываем при приеме. Соответственно, в этом году мы внесли такую новую форму — это протокол собеседования, который позволит вам, пообщавшись с кафедрой, подписав этот протокол у заведующего, получить два дополнительных балла, приплюсовываемые ко всем тем направлениям и достижениям, которые вы подадите со своими документами. Эти документы можно ознакомиться очень четко в правилах приема и ознакомиться с ними более детально. Хочу сказать, что образовательная программа магистратуры, в отличие от бакалавриата, включает не только учебные дисциплины и дисциплины по выбору, но и широкий профиль практики. Все практики профессионально ориентированы, рассчитаны и ориентированы на требования работодателя, и самые главные ребята, поступившие в магистратуру, ведут научно-следовательскую работу по тематике магистрской диссертации, а именно подготовка к публикации научных статей, подготовка текста диссертации и его засчитанно-государственной итоговой аттестации. Как я уже говорила, в нашем институте есть второе подразделение — аспирантура. Это отделение подготовки научных кадров высшей квалификации. И это уже не только лекции и зачеты экзамены, а, естественно, собственно, в большей степени это самостоятельная форма получения знаний и подготовка диссертации. По направлению подготовки мы объявили набор на биологические науки. Это физиология и биохимия, фундаментальная медицина, по программе восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, коротология и физиотерапия. По психологическим наукам объявлен набор на общую психологию, психологию личности, истории психологии, образование и педагогические науки, профиль, теория и методика профессионального образования, направление физической культуры и спорт. В нем два профиля. Это теория и методика физического воспитания, спортивные тренировки, оздоровительная и адаптивная физическая культура, а также биомеханика, которая проходит в рамках направления физической культуры и спорт. Также, как и в магистратуре, образовательная программа аспирантуры включает учебные дисциплины, большое количество практик и, самое главное, научно-исследовательскую работу по тематике диссертации. И также, как в магистратуре, подготовка публикаций научных статей и подготовка и защита в дальнейшем тексте диссертации. Хочу сказать, что аспирантура нашего университета — это не просто собрание наших аспирантов, но это еще и сообщество, которое объединяет не только аспирантов, но и руководителей разных кафедр, лабораторий, филиалов университета по каждому из направлений аспирантской подготовки. В чем преимущество именно нашей аспирантуры? У нас семь научных специальностей. Учебная программа, PHD-уровни, включающие базовые учебные курсы и узкоспециальные курсы по выбору. Все курсы считаются ведущими российскими и зарубежными специалистами и преподавателями. Работа осуществляется в лабораториях под руководством известных исследователей и ведущих ученых университет. В программу входят и мастер-классы, циклы лекций, семинары ведущих российских и зарубежных исследователей, а презентация этих исследований ежегодно представлена на международных и российских конференциях. Кроме прочего, есть возможность у аспирантов и университета приглашать в качестве сороководителей зарубежных исследователей. И самое главное, наверное, что в нашем университете всем аспирантам обеспечен свободный доступ к крупнейшей электронной библиотеке, отечественной и зарубежной периодике и диссертации. До встречи в НПО. Благодарим Марину Владимировну. И на этом основная часть Дня открытых дверей завершена. Уже через несколько минут заработают конференции, в которых представители кафедр ответят на ваши вопросы. Ищите ссылки на конференции в описании к видео. А я на этом с вами прощаюсь. Это был День открытых дверей в РУКСМИК. До новых встреч и учитесь побеждать с нами. Субтитры создавал DimaTorzok